Почему у нас происходит, опять же, беспредел во всех сферах со стороны правительства? Опять же, все говорят власть-власть. Правительство это не власть, власть это мы. Почему-то даже с этой сцены постоянно правительство называют властью. Хотя это совершенно наоборот. Правительство это нанятые люди. И почему происходит беспредел с городом, с грузоперевозками, с учителями, с врачами, со всем остальным? Потому что именно в этом правительстве сидят совершенно безграмотные люди. И все мы это прекрасно понимаем. Нашего сына задерживает милиция. Я узнаю, что у него нашли что-то типа пиротехнического пороха. Сына мы не видели примерно месяц. Он не мог писать нам письма. Написал только коротко. Это мама Николпина. Сейчас по делу проходит 9 человек в Петербурге и Пензе. Практически все из них нашли в себе силы отказаться от показаний, которые они дали под пытками. Несмотря на то, что в Пензе пытки до недавнего времени еще продолжались. И мы сейчас практически все от этих показаний смогли отказаться. Это потому что они знают, что за ними есть люди, которые готовы их поддержать. Которые будут биться за их защиту. Я призываю вас поддерживать их, писать им письма. Писать письма заключенным это очень важно. Несколько ваших строк очень сильно поддерживают людей. Здесь есть информационная точка. Можно подойти и написать открытку. Несколько слов, которые мы отправим в тюрьму. Сегодняшний митинг это ответ на призыв правозащитников. Так называемую общественную инициативу 2018. Первый митинг прошел в Москве вчера. Второй сегодня в Петербурге. С самой широкой повесткой. Но главным является, безусловно, то, что сегодня в России продолжаются политические аресты. Есть политзаключенные, есть пытки. Есть голодающий Олег Сенцов, которого, простите, я не могу назвать политзаключенным. Это военно-пленный, которого удерживает, незаконно удерживает российское государство. Вот против всего этого собрались немного. Немного. Ну что ж, сколько есть. Надеюсь, что дальше будет лучше.